Друзья, сегодня мы рассмотрим некоторые идеи эквализации при обработке аудиокниг. Но для начала послушаем аудиоматериал. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Перед ними лежал залитый солнцем перекресток. На противоположной стороне возвышался сверкающий небоскреб, к подножию которого они и направились. Теперь послушаем референсную запись. Это тот же аудиоматериал, который я предварительно обработал с помощью эквалайзера, сделав звучание более приятным на слух. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Теперь звучание голоса кажется более сбалансированным, более полнотелым, но мы слышим избыточные низкие частоты, слишком яркие сибилянты. В общем, есть что исправить. Тем не менее, звучание референса мне кажется действительно более приятным, чем оригинальное звучание. Поэтому прежде чем мы начнем корректировки, мы подровняем частотную характеристику оригинальной аудиозаписи под референс. И мы это сделаем с помощью Magic Cue в плагине CurveCue. Для начала скопируем аудиоклип референса на дорожку Voice. Теперь откроем здесь CurveCue. Зайдем в Static and Match, Spectrum Mode Average и начнем прослушивание. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Перед ними лежал залитый солнцем перекресток. На противоположной стороне возвышался сверкающий небоскреб, к подножию которого они и направились. Замечательно. Я сделал слепок спектра. Сразу назовем его Трев. И теперь сделаем слепок спектра оригинальной аудиозаписи. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Перед ними лежал залитый солнцем перекресток. На противоположной стороне возвышался сверкающий небоскреб, к подножию которого они и направились. Замечательно. Сразу назовем этот слепок voice. И теперь слепок ref используем в качестве референса, а на слепок voice мы сделаем apply to. То есть мы будем характеристики референса применять к voice. Match Spectrums. И посмотрите, теперь была применена эквализация. Мы видим усиление низких частот, ослабление нижней середины, ослабление верхней середины и корректировки высоких частот. Таким образом, действительно, звучание должно измениться кардинально. Но я сейчас закрою Curve Queue и мы сравним звучание оригинального аудиофайла после обработок Curve Queue с референсом. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки. Они поднялись из-за столика летнего кафе. 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 Есть некоторые отличия в звучании низких и высоких частот, но в целом можно сказать, что звучание оригинального аудиофайла и референса теперь практически идентичное. Замечательно. Мы можем продолжить наши корректировки. Удалим вот этот аудиоклип. И теперь на дорожку Voice добавим Frequency 2. Это второй эквалайзер, который поможет нам улучшить те аспекты звучания, которые еще можно улучшить. Почему я выбрал именно этот эквалайзер? Дело в том, что с его помощью мы можем осуществить как статическую, так и динамическую эквалайзацию. Таким образом, какие-то движения эквалайзера будут постоянными, а какие-то будут зависеть от уровня входного сигнала. Давайте посмотрим, как это работает. Прежде всего, я включу функцию Auto-Listen for Filters, чтобы мы могли прослушивать выбранные фильтры отдельно от целого аудиосигнала. Включаем воспроизведение и послушаем сибилянты. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Действительно, сибилянты нужно немного приструнить, но когда я использую статическую эквалайзацию, кажется, что голос становится слишком тусклым, а мне это не нравится. Поэтому мы задействуем динамический режим, активируем его вот здесь и переключимся в Single-Band View. Теперь все контроллеры для выбранной полосы мы видим на одной панели. И сейчас мы подстроим параметр порога срабатывания. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки. Выключим функцию Auto-Listen. Она нам сейчас будет мешать. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Отлично. Теперь голос не кажется тусклым, а сибилянты прибираются. Послушаем до обработки. Они поднялись из-за столика летнего кафе. Они поднялись из-за столика летнего кафе. Отлично. После обработки я не слышу, чтобы голос как-то существенно изменился, при этом сибилянты стали чуть более тихими. Это хорошо. Но мы удалили избыточные сибилянты не полностью. Сейчас я задействую дополнительный фильтр. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Да, действительно. Здесь нам нужна еще одна полоса. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки но, опять же, статическая эквализация в этом случае дает нам тусклое звучание. А это никуда не годится. Включаем динамический режим. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Перед ними лежал залитый солнцем перекресток. На противоположной стороне возвышался сверкающий небоскреб. Вы слышите, что сейчас сибилянты подавляются, но при этом голос становится избыточно тусклым. Конечно, мы предполагали, что динамическая эквализация решит эту проблему. То есть мы приберем сибилянты, а голос останется нормальным, ярким. Но это не сработало. Поэтому здесь мы задействуем дополнительный параметр старт. Мы немного поднимем эту полосу, и динамическая эквализация будет начинаться с более высокого уровня. И таким образом мы и яркости добавим, и в то же время сибилянты приструним. Давайте послушаем. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Перед ними. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Действительно, эта идея сработала, но видно, что я перестарался. Теперь голос звучит слишком ярко, и из-за этого неестественно. Опустимся немного ниже. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Послушаем до обработки. «Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки». Отлично. Теперь звучание кажется достаточно естественным. Сибилянты были в достаточной мере подавлены, но при этом голос не кажется тусклым. Сибилянты слишком сильно удалять или подавлять мы не будем, потому что для аудиокниг важно сохранить какую-то естественность звучания. Более того, когда мы используем эквализацию при обработке аудиокниг, не нужно делать так, как мы обычно делаем с музыкой. То есть не нужно сделать звучание максимально сладким, максимально сахарным, максимально каким-то большим, слишком перенасыщенным, перераскрытым. Здесь нужно сохранить какую-то непринужденную манеру исполнителя и сделать так, чтобы это все звучало, как обычная человеческая речь. Просто слегка приукрашенная. Не более. Но и не менее. Теперь я хочу прибрать какой-то торчащий призвук вот в районе 2-3 кГц. «Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки». «Вот это неприятность». «Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо». Здесь мы можем использовать статический фильтр, потому что эта частота торчит постоянно. «Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки». Мне кажется, что это Curve-Q сделал. Нет, вот Curve-Q тоже эти частоты удалял, но вы видите, что удалил недостаточно. Поэтому в Frequency мы немного усугубили обработку. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Хорошо. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Действительно посвистывает. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Если такое отображение спектра вам ни о чем не говорит, можно переключиться на BarGraph, и так будет проще и нагляднее. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки. Теперь поработаем с вот этим диапазоном. Я думаю, что мы можем задействовать полочный фильтр для контроля низких частот. Я не хочу слишком сильно подавлять низ. Мне нравится, что у голоса есть какой-то объем, есть какой-то бархат, но при этом какие-то избыточные низкие частоты есть смысл удалить. Прежде чем мы задействуем полку, я срежу лишний низ с помощью обрезного фильтра. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Хорошо, теперь я слышу, что проявились какие-то неприятности в диапазоне нижней середины. Они поднялись из-за столика летнего кафе. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Да, вот так голос кажется намного более стабильным. Они поднялись из-за столика летнего кафе до обработки. Они поднялись из-за столика летнего кафе. Они поднялись из-за столика летнего кафе. Супер! Вы слышите, что с помощью легких корректировок в фриквенсе мы уже сделали звучание голоса более приятным. Но я все-таки хочу задействовать низкочастотную полку и посмотреть, что мы можем сделать с ее помощью. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. И здесь мы можем сделать кое-что другое. Мы включим динамический режим, но поскольку я полосу поднял, то динамическая эквализация будет работать не на ослабление, а на усиление. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Перед ними лежал залитый солнцем перекресток. На противоположной стороне возвышался сверкающий небоскреб, к подножию которого они и направились. Они поднялись из-за столика летнего кафе. Довольно интересно, но в нашем случае мне не кажется, что это разумное решение. Вместо полочного фильтра мы можем переключиться на колокол. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. И немного расшевеливаем низкие частоты. Возможно, вот этот лишний гул будет мешать, но сейчас мне нравится, как это звучит. Послушаем до обработки. Они поднялись из-за столика летнего кафе, они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Замечательно! Послушаем, с чего мы начинали. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Очень много свиста, и голос слишком среднечастотный. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. А теперь голос кажется хоть и чуть более тихим, но при этом он сбалансированный, стабильный и приятный на слух. Конечно, мы потом можем дополнительно с помощью DSR доприбрать лишние сибиллянты или можем использовать сатуратор, чтобы чуть приоткрыть голос. Но с помощью базовой эквализации, которую обеспечили для нас Curvy Q и Frequency 2, мы сделали так, чтобы звучание голоса из непрофессионального стало намного более профессиональным. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Субтитры создавал DimaTorzok